Москва, 12 мая, РИА Новости НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с Россией, которое понимает только силу, заявил экс-командующий с сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Хаджес Россия – это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу, если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию, сказал Хаджес в интервью польскому телеканалу ТВН-24 По словам генерала, цель Москвы заключается в подрыве принципов Евросоюза и НАТО и убеждении членов альянса в неспособности организации их защищать Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками, заявил он Генерал добавил, что Россия считает своей обязанностью защиту своих граждан за рубежом, что, по мнению Хаджес, может служить поводом для быстрого вторжения в Прибалтийские страны или Польшу Как мы можем предотвратить совершение России такой большой ошибки? Альянс старается увеличить скорость нашей реакции То, что делает Польша в плане модернизации, увеличит наши возможности, меньше чем больше, чем мы должны показать России, что мы можем перемещаться быстро или так же быстро, как они Потом мы можем иметь с ними такие же отношения, как во время Холодной войны, заявил генерал Сдерживание России в конце апреля в Брюсселе прошло заседание глав МИД стран НАТО Тогда стороны подтвердили, что продолжит проводить политику сдерживания в отношении России, как отметил генсек Альянса Йенс Сталтинберг Для организации важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае с делом Скрипали И при этом в Москве неоднократно заявляли, что не причастны к отравлению работавшего на британскую разведку экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с Альянсом и диалогу в рамках Совета России, НАТО Как отметил источник в МИД, сокращение числа российских представителей при Альянсе сильно сужает возможности для начала такого диалога